Видеоканал Салапин.ру представляет Действительно не круглая Вот она всем привет в 2018 году мы с вами встречаемся ну конечно на рыбалке понятное дело но но не совсем обычной для меня рыбалки на рыбалке с жерлицами 2017 год у нас был нестандартный была такая зима не зима как длительная поздняя осень практически везде растаял лед и рыбалки допустим на больших водохранилищах на которые мы привыкли уже выходить на новогодние праздники а по сути дела еще и на месяц раньше уже речи не шло сам гулял открытая вода и местами еще до сих пор гуляет поэтому пришлось как-то куда-то отползать я освоил ловлю ротана и решил ротан уже надоел просто надоел решил выгулить жерлица которая сделал в прошлом году одна из моих жерлиц сейчас вот стоит снаряженная рядом со мной вдруг под камеру выстрелит будет вообще прикольно что это за жерлицы как они оснащаются можно посмотреть есть специальное видео на канале она уже год там лежит имеет довольно таки мало я считаю просмотров незаслуженно мало хотя даже те несколько раз сколько я ездил это оснастка эта конструкция жерлиц показал себя с самой лучшей стороны проявил себя более уловистыми чем у соседей других конструкций и рекомендую очень брать это на вооружение пока можете посмотреть этот ролик как что она из себя представляет как ее оснащают алексей там подробно рассказывает он правда делает это на примере озера плещеева но как показала практика и для других водоемах эта конструкция прекрасно подходит с минимальными модификациями есть попалась первая щучка бьется на льду прекрасное настроение все здорово перезаряжаем жерлицу пока перезаряжаем я хочу показать немножко как я это делаю потому что ставился я по темному естественно снимать там было нельзя и нечего поэтому сейчас по светлу покажу как ее заряжаю прежде чем перезаряжаться я обязательно проверяю поводок поводок у меня все-таки из флюра а не из металла не сильно ли щука его пожрала и покоцала но здесь кое-какие зазубринки есть но в принципе еще пойдет к сработавшей жерлице я уже принес кан с живцом поэтому открываю его и достаю оттуда но уже живца насаживаем карасика между спинным плавником и головой где-то ближе к спинному плавнику прокалывая где-то посередке между спинкой и хребтом даем живцу уйти в лунку только потом опускаем все остальное груз чтобы у нас не было перехлёстов никаких здесь заряжаем флажок заряжаем флажок и теперь присыпаем снежком чтобы не происходило в мерзании очень сильно присыпаем снежком это такой у нас будет тепловой буфер что беру с собой на лед ящик на котором сидеть багор разумеется на такую рыбалку в обязательном порядке необходим багор уже имелись такие случаи когда забыв взять с собой клунки багор можете посмотреть на эту забавную фотографию как мы сергеем отпускаем щуку в освоясь и фотография действительно смешная но вот когда багра нет именно так она все и получается довольно таки приличная попала щука и уплыла в освоясь и потому что забыли на базе багор хотя он был естественно у нас идешь к жерлице багор надо естественно брать черпак разумеется кан кан я чуть-чуть усовершенствовал совершенно случайно на рынке увидел термосумку специально для этого кана кан у меня самый обычный его ашной и под него уже кто-то делает специально термосумки я ее сразу же себе купила на сотни таких больших денег но еще лучше обеспечивать термоизоляцию живец точно не померзнет еще крайне необходимый инструмент это зевник которым пасть щуки разжимать и корт санк чтобы выковыривать крючки у нее из пасти чтобы туда руками не лазить без этого лучше конечно же не выезжать ну про полотенце я уже говорить не буду это естественно обязательный атрибут что касается сегодняшней стратегии тактики я нахожусь на платном водоеме как угодно можете к этому относиться но сейчас здесь рыба подвыбита дуром она не прет и люди уезжают отсюда в том числе и с нулями то есть все равно чтобы поймать необходимо и понимать и соображать и делать все правильно как обычно я примерно представляю себе угол водоема в котором она должна быть ну по моим прикидкам я его рассверлил и закрыл жерлицами если соответственно у меня часа два не будет поклевок я буду куда-то смещаться насверлил новых лунок переносить жерлицы одно удовольствие взял вынул здесь глубина небольшая чуть больше метра взял вынул их приподнял понес воткнул в новую лунку мороз недостаточно сильный даже живет замерзнуть не успеет поэтому с переставлением проблем нет если ну поклевок не будет а вот пока в общем то у нас поклевок не так много одна была всего если будет это продолжаться то буду переставляться в какие-то другие углы водоема буду искать долго нет поклевок что делать я в этом случае у меня опыт очень маленький вы меня не ругайте но уже заметил что это помогает надо подойти и потоптаться либо потоптаться рядом прямо с жерлицами либо потоптаться вокруг них очень часто это приводит к поклевки не только с моих слов но и со слов тех кто этим долго занимается плюс к этому живец сегодня как вы видели карась он повертится повертится и замирает его следует слегка оживить то есть пройти и жерлицы приподнять вернуть на место у меня сегодня первая поклевка была именно после этих действий приподнял вернул пока прошел все жерлицы на дно и уже загорелся флаг делал к 11 часам пока к сожалению только одна поклевка к счастью она реализованы но все равно только одна поэтому я уже перенес три жерлицы на новые места и смотрю тоже за ними будем смотреть и сейчас пойду еще разок протрясу всех живцов чтобы они там завод кались выстрелил флаг я прям видел как это произошло и катушка немного прокрутилась сейчас буду ждать чуть-чуть подожду если она сейчас за не занята тем что жует и переворачивает живца рекомендуется как правило посидеть подождать пока на ней снова не начнет мотать катушку но сегодня уже у меня была поклевка когда она дальше просто не мотала и еще у соседа была точно такая же поклевка где она просто взяла отошла в сторону и стояла до победного поэтому если через какое-то время движение катушки так и не последует ну буду пробовать подсекать вынимать есть она там нет ее там посмотрим сейчас вот вот она пошла пошла катушка хорошо видно пошла катушка значит пора нам с вами ее оттуда доставать так пока натяжения нет бросила похоже нет есть есть еще одна красавица он карась там и крючочек крючочек вынимаем ну карась и оставляем чё теперь делать первым делом снова проверяю поводок вроде нормально все есть зазубринки небольшие я вам сейчас специально покажу что бывает когда 2 килограммовая щука попадается вам и мотает башкой под лункой что бывает поводком я специально положил его под микроскоп с с увеличением 60 и соответственно в 200 раз можете посмотреть на те фотографии которые я сейчас вам показываю вот так выглядит 0 4 флюр пожранный щукой под микроскопом видите заусенцы зазубренный как стружка снята в общем ничего хорошего с точки зрения надежности уже такой поводок не представляет и естественно если видны такие повреждения то поводок надо менять если же как сейчас вот небольшие я чувствую чуть-чуть зазубринки ну я его поменяю дома потом сейчас попытаюсь нашарить там самого большого карася как у меня есть о попался ну не то что большой ну заряжаем флажок все готово видимо какой-то выход щуки потому что еще один флаг загорелся причем пока я снимал одну загорелся второй флаг когда он загорелся не знаю катушка вроде не крутится можно к чуть-чуть подождать но я перед этим смотрел он не горел то есть пока я возился там загорелся этот флаг ну катушка больше не крутится вроде лески то отсюда снято попробуем было не было богорик удобное положение под рукой жир лицу отставляем в бок кажется есть и вот это вроде бы покрупнее нет не очень-то покрупнее вот она сюда ходи прям сегодня какой-то стандартный калибр идет так вот трястись не надо здесь поводок рвать леска как можно увидеть зашла и за ус это очень хорошо меньше будет повреждаться поводок так вот рот раскрыла получай зевник от извините осечка давай давай раскрывай рот то вот уж заглотила так заглотила крючок вынул карася увы проверяю снова поводок повреждение есть не критичные дома перевяжу здесь при такой вот щуки проблем не будет прочности хватит а монстров тут нет и пока не предвидится на этой жерлице у меня стоит не тройник у меня стоит двойник такой хитрый которого один крючочек поменьше один побольше и они развернуты под 90 градусов друг другу сейчас покажу как я на него одеваю барсика маленьким крючочком здесь же там же где и тройничок в сторону от головы к хвосту вот так вот насаживается если щука отсюда берет то соответственно крючок и впивается как раз туда куда надо перезаряжаем жерлицу опускаем сначала живца и даем ему спокойно сплыть туда в глубину забрав леску а потом уже опускаем туда грузила чтобы у нас не было никаких запутываний вот эта бусинка которая на леске она у поставлена не просто так она обозначает глубину до которой надо убрать лишнюю леску и подмотать она фиксирует нам глубину чтобы каждый раз не вымеряется а лишнюю леску естественно надо сюда на катушку обратно намотать намотаем все это щука маленькая стащила столько вот видимо очень мелкий живец поэтому и размел рыбы которая ловится оставляет желать лучшего конечно есть у меня одна идейка мы ее сейчас с вами проверим чуть попозже расскажу какая именно пока убираю вот появилась бусинка ставлю ее сюда вот глубина выставлена и снова присыпаем снежком стоечку чтобы не вмерзало здесь у нас ничего базу я поставил в таком месте чтобы видеть все жерлицы которые я поставил поставил палатку в палатке у меня санки с вещами сегодня идет легкий снежок но все равно чтобы лишний снег вещи не попадал лучше накрыть их палаткой туда же можно убрать кант чтобы дополнительно он там грелся и не мерз ну и можно туда зайти перекусить если на улице непогода явно произошел какой-то выход потому что за буквально 10 минут две поклевки как правило я так понимаю так и бывает что берет выходами из моего небольшого опыта она тоже так следует но я не правит сейчас размеры сами видели у меня живца очень маленький хотела бы конечно побольше поскольку я любитель экспериментов что я сейчас сделаю я возьму жерлицу которым меня страничком и посажу двух карасиков на два разных крючка тройника не знаю приведет это к успеху не приведет это к успеху но попробовать я должен у меня в конце концов 10 моих орудий и можно одно-два из них перезарядить таким образом чтобы попробовать вдруг они начнут там активнее беситься или просто создадут такой объемный кусок который рыба захочет сожрать сейчас пока шоу как-то катушка крутилась то есть щука хапнула будем ее вытаскивать видишь смотри пошла все отлично щука там дергает аккуратно убираем это дело сход нет нет там там что-то как-то дернул в пустоту как будто бы а потом она там вот она вот она вот она вот это уже хороший зачетный экземпляр щучки за таким именно я сюда и приехал при проверке этого поводка к сожалению обнаруживается что он более непригоден вот можете сами посмотреть я его прямо сейчас конечно под микроскоп не положу но крупно камерой мы его увеличим и видно очень хорошо что он поврежден поврежден очень сильно этот поводок мы заменим чтобы не было неприятностей вдруг еще одна такая же клюнет она может уже и оборвать нам его у меня есть запасные поводки поменяю сейчас на один из них перевязал поводок на новый теперь надо добровольца нацепить и в воду его обратите внимание кардинальное отличие от того что вы могли видеть видео про эти жерлицы это скользящий груз там он был фиксирован и здесь он у нас скользящий на такой глубине нам совершенно не надо чтобы он бил щуки по голове по хвосту там и всячески и пугал так пока же вес не замерз я его отправляю на боевое дежурство пассивное ожидание не для нас не клюет будем переставляться на эту жерлицу с утра ни одной поклёвки и переставляю а то и так плохо клюет карать живой перестановка это не установка заново это взял поднял перенес и поставил все на этом все готово фу запыхался бегать переставляться сверлиться туда-сюда раньше много где читал что неправильно думают те что если ловли жерлицами то это значит пассивная какая-то стационарная ловла ловля поставил сиди смотри конечно р так можно сделать поставил с утра десяток и сиди на них смотри но какой тогда будет результат если бы я сегодня поставила сидел смотрел у меня была бы одна максимум две щуки действительно то надо переставиться то надо пройти протрясти всех живцов чтобы они там завожка то просто пробежаться рядом шугануть опять или живца или щуку кого-нибудь чтобы вызвать поклёвку что кстати принесло результат даже сегодня то есть постоянная какая-то активная рыбалка честно говоря я раньше тоже ну скажем так не очень верил что рыбалка жерлицами она настолько активная но убедился в этом сам что хочу сказать очень многие рыболовы скажем так сетуют на перепады давления когда у них не клюет то есть что первое вообще приходит на ум если не клюет ну наверное неправильное давление у меня в смартфоне есть датчик давления есть соответственно программа которая его измеряет строит графики я уже много раз говорил может просто кто-то не имел возможности с этим ознакомиться я считаю что сам факт давления и даже его какие-то перепады это конечно может как-то влиять на рыбу понятное дело все они метеозависимый но не так что вот ой я ничего не поймал это высокое давление это все ерунда многолетняя практика рыбалки как зимой так и летом так и в межсезонье осенью весной и вообще всегда говорит о том что больше всего влияют локальные перепады давления что я хочу сейчас показать вам на графике давления посмотрите на него вы видите что с утра происходил небольшой рост давления затем резко провалилась буквально на 6 единиц и потом начало слегка отрастать рассказываю что было с клевом с утра не клевала то есть вот на этом вот резком перепаде не клевала но как только он прошел как только вот это все расколбас закончился начало немножко поклевывать то есть вот этот вот резкий скачок он на рыбу оказал воздействие потому что ну как правило все таки с утра то поклевывает лучше и поклевки есть а на этот раз он ее ну практически погубил клев меня с утра как только нормализовалась вот это вот все прошло рыба сразу стал поклевать то есть а было высокое давление поэтому я ничего не поймал не надо так говорить это ерунда полная вот она была высокая вот она провалилась упала но рыбалка из рыбалка ловить надо при любом давлении еще раз переставлялся и снова на переставленную жерлицу поклевка пока сейчас шли сюда она мотала вот еще мотает все пара пора забирать ее еще мотает подсек подсек у она тут забрала веревки то ну вроде не крупная не хочет выходить придется да не крупная как я и говорил не крупно это не крупный на килограмм что всяко будет больше даже кило 100 где-то и замечательно еще один флаг загорелся снова кстати на новой лунки которую я до сверливал уже но не про это пока подошел катушка не крутится вообще может быть холостая поклевка или еще что-то сейчас проверим долго уже сижу катушка не крутится вообще никак надеюсь что не холостая но там видно будет сейчас слабину выберу пока ничего нет холостая ухты 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 она не хочет на котлет это мелкая щука поэтому мы с ней особенно церемониться и не будем и суда и суда мелкая мелкая вылезать на свет белый не хочет этот недомерок попался как раз на дуйничок о котором я вам рассказывал вот кушай кушай сырок жрет за ушами хрустит урчит зимний день очень короток несмотря на то что уже середина января но тем не менее все еще день очень короткий поэтому вроде бы только начал рыбу ловить а уже приходится собираться пора подвести итоги что я могу сказать с утра сегодня рассчитывал что будет выход его не было с утра рыба не клевала первая поклевка была где-то уже ближе к десяти часам утра и она была единичная далее рыба клевала выходами четко абсолютно четко выходами то есть два раза у нас было по два флажка практически одновременно то есть есть выход потом сиди жди записывая все остальное часть видео которое не относится к тому что ты вынимаешь рыбу из лунки размер рыбы сегодня не очень большой в целом одна только попалась хорошая мамка остальные такие некрупные возможно это связано с небольшим размером карасика карасика побольше то и щука наверно побольше любит есть потому что большому куску рот радуется но вот такой был живец и надо было ловить с этим живцом что я считаю с успехом и сделал что касается эксперимента с двумя барсиками посаженными на один тройник к сожалению провалился ни одной поклевки на такой тандем не последовало не знаю с чем это связано может всем что так вообще в принципе делать нельзя может с тем что я это сделал на тех жерлиц которые стояли в неклевых местах но факт остается фактом не сработало сегодня я все равно рыбалку очень доволен 6 поклевок и на льду 6 щук великолепная рыбалка получил большое удовольствие а потом получу еще раз это удовольствие когда буду есть уху соленую икру возможно в большой щуке окажется и другие блюда и щуки которые мы еще покажем вам на нашем видеоканале пришло время собрать улов если кто-то не видел у меня летом на видеоканале такое вот ведерко показываю обалденно удобная показала себя и на обычной рыбалке и особенно на лодочной рыбалке чтобы в лодке полы не мочить но как выясняется она годится и на зимней рыбалке ведро непромокаемое поэтому я туда складываю весь улов и совершенно не беспокоюсь что он машине у меня где-то протечет что-то перепачкает он спокойно доедет до дома где я с ним разберусь как видите по вместимости сюда еще сколько можно рыбы положить уже где-то с неделю морозит стоят такие средние морозы от 5 до 9 градусов и я надеюсь что еще через недельку мы уже выйдем на нормальную большую воду на водохранилище и наконец-то пойдем на нашу обычную традиционную рыбалку половим или плотву или подлещика потому что уже хочется сил нет зубы сводит а приходится то ротана гонять где-то по каким-то болотам то на платник ездить за щукой то за форелью со спиннингом по открытой воде в общем не год а не пойми чего но надеюсь что через недельку уже выберемся на нормальную хорошую традиционную рыбалку ну что друзья я обещал что я заряжу конкурсы хочу давайте начнем год начался чем не начать конкурсы я взвешиваю свою самую крупную щуку пока конечно еще не свернул жерлицы но скорее всего уже больше не будет и крупнее вряд ли поймаю вес понятен я его заснял еще на всякий случай дополнительно на камеру угадай-ка кто верно сможет определить вес этой щуки с точностью до 5 грамм тот получит приз в качестве приза у нас будет ведро фирмы митек ролик по этим ведром можете посмотреть чтобы иметь представление что это будет за ядро какое оно у вас будет и для чего я его обычно использую условия конкурс очень просты необходимо быть подписчиком канала я могу спросить это с вас чтобы показали что вы действительно мой подписчик необходимо в комментариях написать свой вариант ответа какой вес один вариант на одного человека и в общем то собственно говоря все будет очень здорово если вы поделитесь этим видео где-нибудь в соцсетях но главное конечно угадать вес разумеется приз получит тот кто первым угадает правильный вес один человек и с территории российской федерации отправляют по почте буду по рф угадываем всем спасибо кто досмотрел до конца кто смотрит меня кто еще не подписался не забудьте подписаться на мой канал совсем немного нам с вами осталось до 100 тысяч подписчиков я очень хочу эту цифру увидеть как можно скорее пока я на этом с вами прощаюсь оставайтесь с нами всего хорошего ни хвоста ни чешуи до новых встреч